Друзья, всем привет, с вами Вачглос, и сегодня, как вы уже поняли, у нас на обзоре, не побоюсь этого слова, культовый и, возможно, даже лучший отечественный криминально-спортивно-драматический боевик, фанат. И давайте вкратце о чём будет это видео. Разбор сюжета фильма, очень подробный разбор главного героя, его становления, метаморфозы, взросления и так далее, со многими тонкостями и нюансами. Некоторые упоминания биографии актёров, сыгравших второстепенные роли, интервью с Борисом Кантемировым, сыгравшим Казбека, и, конечно же... Так что ни в коем случае не мотайте, чтобы ничего не пропустить, прожимайте лукозавры, усаживайтесь или комоком удобнее, и поехали. 80-90-е годы прошлого века можно, пожалуй, без преувеличения назвать золотым временем для жанра боевик, который без всякого сомнения являлся в ту пору лидером видеопроката. Хотя, как по мне, всё же более правильно называть фильмы типа «Фанат», «Кикбоксёр», «Выход дракона» и даже «Мортал комбат» именно файтинг боевиками, так как основа боевых сцен всё же проходит в кулачном формате. В своё время после очередной просмотренной VHS-кассеты многие шли тягать железо, восхищаясь Бицухой и Шварценеггера или Сталлоне, а малыш из фильма «Фанат», думаю, сподвиг немалое количество людей записаться на секцию карате, чтобы наводить страху на местную шпану и ловить восторженные взгляды противоположного пола. Благо сейчас просмотр любимого контента стал намного проще и доступнее. Благодаря технологиям каждый человек, сжимая в своих цепких пальцах смартфон, может насладиться любимым фильмом или сериалом в любом месте и любое время. Правда, есть одна проблема. Все эти девайсы похожи друг на друга практически как две капли воды. И как же сделать свой смарт уникальным? Легко. С помощью онлайн-магазина, чехлов и аксессуаров krisplace.ru. У них действительно большой выбор чехлов на самые разные модели телефонов, и даже если у вас редкий девайс, вы обязательно найдёте ему свой идеальный чехол. Кейс Плейс более 2000 принтов на любой вкус, от абстракции до киновселенной Марвел, но если вам и этого будет мало, то с помощью встроенного конструктора вы сможете создать свой оригинальный и неповторимый чехол. Само собой, что продукцию магазина вам доставят куда угодно, удобным для вас видом доставки и в кратчайшие сроки. А для зрителей моего канала по промоку Watch Gods вы получите скидку 200 рублей на любой товар, представленный в магазине. Ведь помимо чехлов, тут ещё действительно огромное количество всевозможных аксессуаров. Так что не упусти возможность сделать свой девайс уникальнее, переходи на krisplace.ru по самой первой ссылке в описании к этому ролику, выбирай, создавай и заказывай. Итак, в то время, когда кинематограф США буквально заваливал зрителя историями о мега-крутых дядьках, которые одним ударом кулака могли отослать на тот свет кого угодно и в любых количествах, на территории СССР с жанром боевик всё обстояло куда менее масштабно. И вот в 1989 году в прокат выходит фильм фанат режиссёра Владимира Феоктистова, снявшего также и продолжение к нему, которое, на мой взгляд, вышло провально. Но оригинал похождения малыша, несмотря на свою сюжетную простоту, действительно удался. Конечно, есть в нём множество технических и постановочных огрехов, нет западной зрелищности и в то время ещё не надоевшего пафоса, какого-то супер-качества съёмок, а к Алексею Серебрякову, исполнившему главную роль в текущих реалиях, можно вообще относиться очень по-разному. Но в рамках данной картины, на мой взгляд, всё это не столь важно. И чем лично мне всегда нравилось множество советских фильмов, и в том числе фанат, тем, что они более жизненные, они не про «пришёл, увидел, победил». Это картины совершенно другого формата, более объёмные и реалистичные. И хотя киноленты Сарни, Сталлона, Ван Дамом и прочими обрели на территории постсоветского пространства популярность не меньшую, чем на своей исторической родине, в подавляющей своей массе они всё же принадлежали к развлекательному, я бы даже сказал сказочному разряду, если хотите, где главный герой обязательно побеждает главного злодея, спасает грудастую деваху и с чемоданом зелени под мышкой скрывается от зрителя за финальными титрами. Но когда душа требует чего посерьёзней, пищи более сытные, но в то же время не лишённой некой динамичной и боевой остринки, тут уже вышеупомянутым форматом не обойтись. И именно под желание насытить это более глубокое чувство, и подаются боевики типа «Фанат» или «За последней чертой». Тоже, кстати, очень классный фильм, думаю, сделаю как-нибудь на него обзор. Хотя справедливости ради надо отметить, что с большей вероятностью изначальная идея «Фаната» была ориентирована именно на боевики западного формата с желанием скопировать в некотором смысле очередной удачный проект, а в итоге получилось то, что получилось. И возможно это вовсе не заслуга режиссёра или сценариста, а некое удачное стечение совокупности обстоятельств в целом. Даже не знаю, как это определить более верно, но такое случается. Касаемо дерматизма, думаю, важным будет отметить тот факт, что если вы посмотрите на тенденцию изменения забугорного боевика как жанра в целом, то заметите, что именно попыток внести в сюжет больше трагедии стало со временем применяться намного чаще. Видимо, зритель в общей своей массе немного устал от засилья бессмысленного месива. И переходя непосредственно к «Фанату», надо отметить, что за главным героем наблюдать действительно интересно. Малыш не статичен, но он не прёт из колыбели с соской во рту до самого гроба с одними и теми же убеждениями и прочими стандартными клише. Лично мне приятно было видеть, как персонаж Серебрякова реально растёт как личность. Меняется, взрослеет, как его герой действительно переживает, даже страдает, совершает и исправляет ошибки, и что самое главное, пережитое им чувство не проходит бесследно к концу фильма. В общем, присутствует ощущение некой настоящей истории раскрытия определённого человека, проходящего конкретный путь. А вокруг него проносятся разные по своей фактуре места и события, меняются второстепенные персонажи, которые тоже не просто идут фоном, а оказывают то или иное влияние на него, при этом сами выглядят тоже вполне натурально, а не как какие-то чучелы, набитые ватой. И что особенно приятно, при всём этом фильм идёт всего 80 минут. Хотя сюжет фанатов в текущих реалиях можно было смело размазать на 3-4 сезона и иметь при этом огромное количество положительных отзывов. Ну а в итоге такой маленький хронометраж, но при этом действительно большая история, и это заставляет зрителя смотреть его не скучая. Собственно, биография главного героя начинается с того момента, когда мальчик приходит на секцию каратэ. Далее из сюжета мы узнаём, что он сын парикмахерши, женщины лёгкого поведения, отца, вероятно, он никогда не знал, мать его не хотела и даже ненавидит. Всё, хватит, надерпелась! Убирайся! Убирайся из моего дома! Ты слышишь, убирайся! Видеть тебя больше не могу! И вообще он по жизни брошенный человек и сам это прекрасно понимает. Самое большое, чего ты добьёшься, останешься калекой, никому не нужно. А я и так никому не нужен, не велика потеря. Он никому не нужен и по всем канонам реальности должен был прожить вполне себе заурядно. Но режиссёр даёт нам понять, что у малыша есть внутренний стержень, а потому на обочине жизни он не спешит и, найдя занятия по душе, увлекается им всерьёз. Вообще, персонаж Серебрякова в чём-то похож на персонажа Бодрова из фильма «Брат». Он вообще-то добрый парень, в чём-то простоват, но не глуп, целеустремлённый и не жаден до денег. Но, несмотря на вышесказанное, Егор, как и Данила, живёт согласно времени и не притворяется рыцарем на белом коне, совершая порой не самые благочестивые поступки. И вот на этом моменте, думаю, стоит развить мысль о том, что же именно сделало малыша таким, каков он есть. Раскрыть главного героя более ёмко, так как мне не хотелось бы просто пересказывать сюжет фильма и выкладывать вам обзор, типа он пошёл туда, сделал то, ограничиться зачитыванием какой-нибудь статьи из интернета и всё в таком духе. Конечно, сказанное мною далее будет крайне субъективно и, думаю, вовсе не продумалось сценаристам, но я вижу это всё примерно так. В детстве главного героя то ощущение как бы общей несправедливости, сложившихся к нему обстоятельств, ведь с его так называемой семьёй иначе быть просто не могло, подарило Егору чувство обиды. А это чувство и даёт в некоторых типах личности основной мотивационный заряд именно с помощью этого глубоко засевшего ощущения, которое в некотором смысле стало одной из основ его характера и нашедшее далее выход в злости, он достигает успеха в занятии каратэ. Иными словами, мы видим классический тип сублимации. Без злости, которую всегда рождает обида в человеке, невозможно эту самую обиду вывести из себя. А правильнее сказать, забыть о ней хотя бы на короткое время, хотя бы на время поединка избавиться от неё, потому что обида, как и злость, это чувство крайне разъедающей личности, жить с ними невероятно тяжело, и тут же в зависимости от более фундаментальных черт характера люди находят совершенно разные пути выхода. Одни замыкаются в себе, у кого-то напрочь съезжает крыша, а кто-то находит выход в том, что умеет делать лучше всего. То, что в какие-то моменты поглощает его настолько, что он забывает, а значит и освобождается от мыслей и воспоминаний той причины или ряде причин, способствующих формированию этой обиды. И тут уже не важно, машешь ли ты кулаками, решаешь теоремы, пишешь музыку, медитируешь и так далее. Вот мой отец. Он славно стартовал в том заезде. Сезон подходил к концу. На последнем повороте его пытался пройти Кенни Линдер. Он задел бампер и вогнал отца в стену на скорости 180. Я видел, как отец сгорел заживо. Я слышал, как он кричал. Хотя все говорили, что он умер еще до взрыва бензобака. И что все-таки это был мой крик. Неделю спустя я нашел этого Линдера. У меня с собой был ключ. Я ударил его, и я не хотел его избивать, но остановился лишь тогда, когда рука устала. Сейчас он дворник в школе. Ездит на работу на автобусе. А мне запретили заниматься гонками. Я живу только заездами. На другое плевать. На кафе, на закладные, на мою команду и прочий бред. И вот уже далее, чтобы избавиться от чувства обиды окончательно, нужно его перерасти, встав взрослее и, следовательно, сильнее. Ведь в преодолении подобных препятствий заключается путь личности. Но этот путь, как правило, ведет человека дорогой дальнейших страданий, испытаний и, что очень важно, самореализации. Потому что несостоявшаяся личность не может быть взрослой. И иногда именно успех в чем-то, достижение значимых и признанных результатов, ведет к освобождению от гнетущего чувства. Потому что оно поселяется в человеке, пока он слаб внутренне. Но когда он силен, когда он достигнет поставленной планки перед собой и начнет уважать самого себя, обида уходит. Но не потому что достигнута определенная цель, так как достигнутая цель сама по себе не может изменить, скажем, прошлого, если причины обиды находятся там, к примеру, смерть близкого человека. А потому что для достижения определенной цели требуется приложение значительных усилий для всей личности в целом, способствующих ее общему росту и в дальнейшем осознание как бы бессмысленности обиды на то, что произошло и изменить невозможно. Но до тех пор, пока личность еще не выросла, именно злость, гнев, как бы внутренний зверь в том типе темперамента, как у Егора и выступает в некотором роде педалью газа для движения по этому пути. Но в то же время топливом этого зверя выступает сам его носитель, которого он как бы пожирает изнутри. Что покоя не хочется? Покоя? Да, пора уже. Не знаю, что-то там внутри еще есть. Что внутри? Что-то здесь. Давай, давай, говори. Что говорить? Что там у тебя осталось? Только злость. На кого злость? Адриана тебя оставила, и ты злишься. Ты не оставила поле. Умерла. Игорь! Я бы выстрелил. Все. Света смогу. Лучше мой. Помните негритянского мальчика, сына проститутки, которую Егор спас от хулиганов? Он попросил купить ему пистолет, чтобы, цитирую, всех их убить. Я их всех убью. В этой фразе Егор узнал себя. Увидел свою ситуацию со стороны с более взрослой позиции. Тут как бы зеркально и показывается та самая основная обида героя. Не на конкретного человека, на клиентов мамаши, на тех, кто не принимает его и не хочет с ним дружить. Это обида вообще на сложившуюся, долгосрочную ситуацию в целом. Ведь этот мальчик – это прямое отражение главного героя. И даже сцена, где она сидит со своим ухажером и просит его погулять – совершенно очевидная отсылка к этому. Когда Егор встречается с ним первый раз, он называет его именно Малыш. Ну что, Малыш, тяжело? Опускает глаза и, как бы вспоминая свое детство, продолжает. Я тебя понимаю. И именно эти эпизоды полностью как бы раскрывают нам без всяких догадок и детство Егора, и, что более важно, его ощущения. И в данном случае цвет кожи Малыша, так редко встречающийся на просторах СССР, еще более выраженно подчеркивает это внутреннее одиночество и ощущение отчужденности главного героя. Кстати, тот чернокожий мальчик больше в кино не мелькал. Зовут его Денис Генсьер. Его реальная жизнь тоже, судя по всему, не баловала. Он воспитанник одесского детдома, попал в Криворожский военный лицей, потом поступил в Одесский институт сухопутных войск на аэромобильный факультет. В конце 90-х он обратился в программу «Жди меня», где ему помогли найти сестру Антонину. А через эту же программу Денис пытался найти и отца из Танзании. В фильме, кстати, он представился главным героем своим собственным именем. И вот Денис встречает каратиста Егора, по сути его единственного друга, единственного, пожалуй, человеку, кто разглядел и понял значимость его чувств, значимость его жизни, приняв таким, какой он есть, и не выгнал его из дома гулять до поздней ночи, чтобы развлечься с его матерью. Для самого же Егора этим персонажем, который повстречал его однажды, стало само карате. Карате стало для малыша жизнью, единственной отдушиной, тем, что приняло его в свой мир таким, каков он есть, несмотря ни на какие внешние или внутренние атрибуты, тем самым подарив смысл его жизни. Но на этом пути даже лучший друг Григория не разделил с ним его до конца. И его в этом нельзя обвинять, он все же был несколько другого образа жизни, а следовательно и интереса в человек. Но малыш, к сожалению, понял это слишком поздно, конечно, зря обидевшись на друга, когда тот сказал ему «я не фанат», то есть буквально «я не пойду до конца тем же путем, что и ты». В двух словах, Егор полюбил карате, карате полюбила его. Григорий сказал как-то малышу, дав ему четкую характеристику «да ты фанат, малыш». Но почему же он фанат? И что вообще делает человека таковым? А он потому и фанат, что у него ничего кроме этого нет. У него нет любящей бабушки, загородной дачи, понятное дело, что нет и нормального образования, ведь его не позвал в дивные дали учитель математики или географии. Да и пожалуй не смог бы. Не потому что этими предметами нельзя увлечься всерьез и реализоваться с помощью их, а потому что боевое искусство в ситуации Егора и его проблем позволило сделать это быстрее. Оно в некотором смысле нагляднее, понятнее и проще для осознания подростка с подобным темпераментом. Но тут возникает другой вопрос. Что если обидчика, на котором в дальнейшем можно будет отработать полученный опыт тренировок и восстановить тем самым справедливость, как такового нет? Что если обидчик, как было сказано выше, это жизнь в целом? Как наказать ее и куда ударить ей? Некуда. И в итоге единственным реальным, а не сказочным выходом из этого положения, ввиду отсутствия возможности изменить внешнее, изменение внутреннего, нельзя исправить джунгли и их законы, если конечно ты не господь бог. Можно обижаться, можно делать что угодно, но единственным способом выживания и ощущения комфорта, в том числе и самим собой, это стать более сильным среди остальных животных, самостоятельно улучшить свое положение. И в этом случае фанатизм и верно выбранный путь, это один из наиболее эффективных инструментов для достижения этой цели. Но основная проблема заключается в том, что фанатизм как бы берет за свои услуги определенную плату. И обратная сторона этой монеты – слепота. И вот тут в очередной раз, позвольте сделать небольшую ремарку, полагаю, будет уместно хотя бы пару слов сказать о самом слове «фанат». Думаю, большинство из нас понимает его смысл в общих чертах, как человек чем-то сильно увлеченный. Так вот, предлагаю вам очень кратко окунуться в возможную этимологию данного слова, зачитая вам выдержку из одной статьи. Итак, цитирую. Обычный словарь иностранных слов объясняет слово «фанатик» так. «Фанатикус» латинский, как иступленный, где «фан» – это храм. То есть заранее определяют фанатика как человека религиозного, не углубляясь в этимологию слова. Однако латинское «фанатикус» – это калька с греческого «танатос» – смерть. А вот скажем другое, более редкое греческое слово «атеос», что значит «безбожный», происходящее от того же корня. Долго передавалось у нас как «офей» – «офеизм». Лишь к концу XIX века установилось наше нынешнее его правозношение и правописание – атеизм, атеистический и т.д. Точно так же мы встречаем у нас рядом два слова – «афанасий», имя которое по-гречески значит «бессмертный», и «танатифобия» – медицинский термин, означающий страх смерти. Они хоть и пишутся раздельно, но связаны по происхождению с одним греческим словом – «танатос». Есть широко известная работа лингвиста Льва Успенского «Слово о словах». Цитирую из этой работы. Греческое слово «теос», означающее «бог», писалось с тетой в начале. Наше имя Федор, означающее «божий дар», стало, хоть оно и происходит от этого греческого слова, писаться через «ф», в то время как на западе оно скоро превратилось в «теодор». А вот отрывок из новейшего философского словаря, составителем которого является профессор Грицанов. Цитирую. «Танатос, фанатос», «танат, фанат», греческое «танат», то есть мы видим ту же замену «те» на «ф». И в качестве интересного дополнения, согласно распространенной древнегреческой мифологической версии, бог Танатос был сыном Нюкты, ночи, и братом-близнецом бога-сына Гипноза или Гипноса. Изображался обычно крылатым юношем с погашенным факелом в руке, иногда с крыльями и разящим мечом. То есть, думаю, отсылка относительно слепоты фанатизма вполне понятна. И еще для тех, кто любит глубоко копать. Один из вариантов мифологии происхождения бога-смерти фанатоса – лето забвения. Дочь Ириды, мать Харид и источник река забвения в подземном царстве. По прибытии в подземное царство, умершие пили из этой реки и получали забвение всего прошедшего. Наоборот, те, которые появлялись обратно на землю, должны были еще раз напиться этой воды из подземной реки. Представление об этом возникло уже после Гомера и перешло в народную веру. Река Лето протекает также в стране Йена, который считается братом Лето и фаната – забвения и смерти. Конец цитаты. Ну и в конце этого отступления поделюсь небольшим наблюдением. На многих языках слово «фанат» переводится как «вентилятор». Какие уж тут делать выводы, думайте сами. Ну а мы продолжаем. Именно слепоту от осознания собственной силы мы наблюдаем в один из периодов фильма и видим, как малыш огрубел, стал заносчивым, чрезмерно жестким и жестоким, к более слабым. Фанатизм сделал его тем, кого он так ненавидел. Но когда же произошел переломный момент в личности Егора? Думаю, те, кто смотрели этот фильм, уже поняли, что я говорю о времени, когда Егор попал в армию, избегая уголовного оказания и познакомился там с Казбеком. И на этом месте давайте остановимся подробнее. Итак, одним из основных событий, повлиявшего на историю развития личности малыша, сыграла его служба в армии, а именно знакомство со старослужащим Казбеком, благодаря уроку которого он и победил в финальной схватке с вышибалой. Кстати, актера, сыгравшего вышибалу, зовут Тамерлан Азеев, и при весьма массивном телосложении дрался достаточно технично и подвижно. Он не является актером или был актером непрофессиональным, и в фильм попал случайно, а в дальнейшем стал работать кузнецом. У Казбека малыш научился дараться жестко, по-настоящему. Но тут надо понять, что дело не столько в приеме, сколько и в некотором взрослении, ведь до определенного мастерства и стиля нужно дорасти. А обязательной частью взросления является принятие определенных компромиссов. И в случае с малышом, для того, чтобы научиться дараться жестко, его моральная подготовка также должна была стать жестче, настоящей и взрослой. Ведь чтобы восстановить справедливость, необходимо также понять, что, возможно, некоторые из тех принципов, которые ты раньше придерживался, это не более чем розовые очки, которые необходимо снять и понять, что мир слишком сложен для того, чтобы оставаться в нем жестких в своих наивных убеждениях. Вот такой парадокс. Чтобы стать гибче, в чем-то нужно стать жестче. И наоборот. Однако хочу здесь закрепить ваше внимание на том, что я не говорю про морально положительные убеждения как таковые. Я говорю в данном случае о том, что справедливость порой требует наказания и жесткости, прежде всего, характера. И поэтому настоящий герой, реальный человек, просто не может быть заложником моральных рамок так называемых белых рыцарей. Так как жизнь иногда вставит тебя в ситуации, где какой бы выбор ты ни сделал, он не будет полностью идеальным, однозначно плохим или хорошим. И в этой ситуации я с малышом согласен. Ведь говоря в общем смысле, по творству и несправедливости, ты порождаешь безнаказанность. А безнаказанность провоцирует вседозволенность, которая в свою очередь порождает беззаконие. А уже беззаконие, рано или поздно, перерастает в хаос. И вот Казбек говорит малышу, восстанови справедливость. Потому что один солдат по фамилии Гринько не стал драться с ним один на один, но принял участие, когда били все. Кстати, рассматривая поединок малыша и Казбека, думаю стоит упомянуть, что Алексей Серебряков не занимался боевыми искусствами до съемок в фильме. И как пишут некоторые источники, не пользовался услугами дублера. Хотя в этой сцене с машиной, на мой взгляд, отчетливо видно, что это был другой человек. Однако он занимался акробатикой, думаю, это все же помогло ему при съемках. А вот Борис Кантемиров, сыгравший Казбека, в те годы уже тренировал. И даже неопытным взглядом в драке малыша и старослушащего видно, что последний обладает по сравнению с главным героем намного более отточенными движениями. Согласно статье Википедии, Кантемиров в 96-м году занял третье место на международном турнире по косике, в переводе «жесткое карате». В 1999 году выиграл в Германии международный турнир Кубок КОНО. Извиняюсь, если ударение неправильное. В 2009 году стал заслуженным тренером России по карате. А Олег Кантемиров, сыгравший тренера малыша, также является мастером боевых искусств и Борису Кантемирову приходится родственникам. Кстати, по сюжету тренер малыша не выступал на местном тотализаторе, а лишь показывал приемы с оружием, зарабатывая этим себе на хлеб. То есть его показывают как человека, для которого моральные наставления были не просто словами, и пускает он в ход кулаки, только чтобы помочь Егору. И, судя по всему, кличку малыш дал Егору именно тренер. Это показано в моменте, где он заставил его отжиматься. Эй ты, как там тебя? Малыш, ну-ка, пошли со мной. Кстати, антагониста малыша, владельца подпольного гладиаторского тотализатора по провязищу Мэттер, сыграл латвийский актер Мартин Шевилсонс, до фаната он строил БАМ, сыграл в Интердевочке, Мираже и открыл театральную студию в латвийской Леепае. Был пять раз женат, имеет восьмерых детей. Еще интересный момент. Не знаю как вы, я не сразу понял, что же крикнул Казбек перед дракой. Были некоторые мысли, но когда решил сделать обзор на фильм, блуждая по сети нашел не один вариант ответа, и дабы не вдаваться в догадки, я решил обратиться к тому, кто собственно и сыграл Казбека Борису Кантемирову, который сказал, что это было слово «хаджиме» или его более укороченная версия, а озвучивал старослужащего не сам Борис, а актер дубляжа. И помимо разъяснения этого момента, я также попросил дать комментарий о ситуации, почему же в Союзе на время с 1981 по 1986 запретили карате. Этот момент также присутствует в фильме, когда малыш однажды пришел в зал, а секция закрыта и тренер уезжает. В интернете также много всевозможных мыслей на эту тему, но я подумал, почему бы не поинтересоваться об этом у того, кто был непосредственным очевидцем этих событий и того времени, к тому же связанным с каратэ непосредственно. Мысли Бориса Кантемирова на этот счет я вам сейчас и предлагаю прослушать. А от себя хочу выразить ему отдельную благодарность за отклик и предоставленную информацию. Ну, причин несколько, я думаю. И одна из главных причин идеологическая. Дело в том, что Федерация карате и штурмин, который ее возглавлял, они получили такую популярность, что это обгоняло комсомолы и все прочее. То есть возникало такое новое течение, и это не просто там какое-то политическое течение. Это течение состояло из крепких молодых ребят, у которых была четко выстроена иерархия. То есть могла получиться, мне кажется, на мой взгляд, мне это тогда было, что, 17-18 лет, когда все это произошло, закрытие я имею в виду. Ну, мне кажется, что произошла вот такая вот остановка вот этого движения неконтролируемого. И на это же наложилась еще одна ситуация. Значит, я не помню фамилию, но сына одного из членов политбюро в какой-то драке и кто-то ударил ногой и убил его. И вот говорят, что он тоже сильно постарался, чтобы закрыть это карате. Ну, а в основном это было вот так, потому что штурмина там всех, которых посадили там потом по статьям, якобы распространение порнографии и прочее, но это бред. Человек, который хотя бы раз общался со штурмином, понимает, что эти вещи никак не совместимы. Просто надо было что-то придумать, и это что-то придумали и раскидали. Оставили это только там в ФСБ, в Динамо, ну, в КГБ тогда, а все остальное убрали. Я думаю, вот это основная причина была, и она была бредовая. Как потом практика показала, в 90-е годы среди рикетиров спортсмены были боксеры, борцы, хоккеисты даже, да, но меньше всего там светились каратисты. И я думаю, что это, конечно, был несправедливый шаг по отношению к карате. И то, что мы потом так долго буксовали и так долго выходили на международный уровень, в этом как раз-таки вот эту злую шутку сыграл вот этот запрет. Ну, вот такие вот дела. Вряд ли что-то какая-то другая причина еще могла быть. Я еще раз говорю, самая главная причина возникла молодежное движение не под крылом коммунистической партии. Что же, возвращаясь к сюжету, можно сказать, что именно жестокость стала главной причиной смерти Гриши, а не только травма печени, полученная его другом по прозвищу Гринга от спарринга с вышибалой. И Егор понял это. Понял, что не будь в нем той гордыни и заносчивости, которые силы и жестокость порождают в человеке, не случилось бы его чрезмерного жесткого спарринга с другом. Ведь он состоялся потому, что малыш слишком сильно и без явной необходимости избил того парня-крокодила, а его друг Гриша, справедливо указав ему на это, сравнил его со зверем. А поскольку жестокость это чувство несправедливое, так как по природе своей эгоистично, малыш воспротивился этому указанию и принял вызов Грише, чтобы как бы показать, что в джунглях правит закон сильного, забыв при этом, что ведь он сам не так давно так ненавидел эти законы. И далее именно Григорий, лежа в больнице, просил малыша уволиться с так называемой работы, то есть перестать заниматься рэкетом, одним из, по сути, основ тех самых звериных законов современности, в которых так незаметно увяз главный герой. Так что мы видим, что в фильме все по классике. Если долго всматриваться в бездну, она начинает всматриваться в тебя. И когда долго борешься с чудовищами, главное самому при этом не стать чудовищем. Смерть друга, в которой малыш винил себя, и встреча с Денисом, можно сказать, вернули ему человеческий облик. В какой-то степени Гриша, хоть и невольно, но своей смертью заставил Егора посмотреть на то, в кого он превратился, а мальчик заставил его сердце смягчиться, также показав со стороны то, что лежало в корне этой трансформации. Все это в совокупности помогло личности Егора в очередной раз повзрослеть и переосмыслить себя самого, потому что чрезмерная жестокость и жесткость перерастают в черствость и грубость. А это прямой путь к смерти. Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и черств. Когда дерево растет, оно нежное и гибко. А когда оно сухо и жестко, оно умирает. Чёрствость и сила – спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому, что отвердело, то не победит. Вообще, подводя итог, думаю, будет уместно одно очень мудрое высказывание. Личность формируется через страдания. Также после трагедии с другом малыш понял, или правильнее сказать, ощутил смысл слов, написанных в зале. «Спешите восхищаться человеком, пока он жив, ибо упустите радость». И именно их он решил выгравировать на памятнике друга. Также это происшествие, вероятно, заставило его понять слова тренера о том, что каратэ – это не махать кулаками в подворотне. И запомни, каратэ для нас – это не ломать челюсти в подворотнях, понял? Ведь именно бездумные махи кулаками могут привести тебя к тому, что восхищаться человеком при жизни уже не придётся. Что ж, финалочка. Фанат – это фильм про путь война и путь личности. Реалистичный путь, с поправкой на современность. Ошибками, метаморфозами, не всегда хэппи-эндом и справедливостью судьбы. И пусть эта история – выдумка, я считаю, она удалась. Сейчас, конечно, есть множество фильмов с более крутыми постановками, ведь, будем откровенны, бои в «Фанате» иногда смотрятся далеко не на высшем уровне, операторская работа в них тоже оставляет порой желать лучшего. Также в современном синемах хватает фильмов с более сложными сюжетами и более длинным хронометражом. Да, можно сказать, что в «Фанате» не происходит ничего невероятного, к чему так привык современный и избалованный зритель. Хотя, с другой стороны, на невероятность сюжета он и не претендует, как зачастую и не претендует сама жизнь. Но по какой-то причине, те тысячи на первый взгляд более качественных фильмов не западают особо в память и не вызывают желания пересмотреть их. Потому что настоящее кино – это искусство, а не зрелище или развлечение, а искусство – это то, что наталкивает человека на осмысление действительности, процесс и итог выражения внутреннего и внешнего. Желаю вам развиваться на своем пути или найти его, если он еще не найден. С вами был WatchGods, жду ваших лайков этому ролику и комментариев под ним. Также буду рад желающим поддержать творчество монеты, подпиской на Патреоне, спонсорством на Ютубе или другим способом. Все ссылки, как всегда, в описании. Тем же, кто уже это сделал, друзья, вам, как всегда, от меня отдельная благодарность. Подписывайтесь на канал и, надеюсь, до новых встреч. Всем удачи!